Первобытные боги в греческой мифологии Здравствуйте! В этом видео вы увидите краткий обзор первобытных богов в греческой мифологии, а также описание их происхождения, характеристик и мифов, связанных с этими богами, что позволит вам понять с большей глубиной и широтой следующие видео, в которых космогоническая вселенная, связанная с греческой мифологией, будет рассмотрена более подробно, чтобы помочь вам иметь широкое видение. Наиболее широко принятой в то время была версия, собранная Гесеодом в его Теагонии. Все начинается с хаоса, глубокой пустоты. Из него возникла Гея, Земля и некоторые другие первобытные божественные существа – эрос, любовь, бездна, тартар и эребус. Космогонические мифы были частью жизни ближневосточных обществ уже в три тысячелетия до нашей эры. По мере развития культуры Древней Греции греческие поэты постепенно начали перенимать эти восточные мифы. Первые попытки можно увидеть в Илиаде Гомера, где в одном из отрывков повествуется о том, что Гера говорит, что хочет примирить бога океана, отца богов, и мать Фетиду, что является реминисценцией вавилонского мифа об Апсу и Тиамат. В этом смысле идея воды как первоэлемента предвосхищает Фалеса Милецкого в его поисках первоэлемента для объяснения природы вещей. Космология Орфея, мифического греческого поэта и музыканта, пытается преодолеть разрыв между пустым хаосом и видимым миром с помощью другого щита, согласно которому в начале всего были хаос, ночь, никс и эребас. Давайте теперь рассмотрим первобытных богов по очереди. Хаос Согласно Тиагонии Гесиода, хаос был первым, что существовало, а поскольку хаос был единственной изначально существующей сущностью, последующие божества должны были обязательно возникнуть из него. Это то, из чего было создано все, включая Вселенную и греческих богов. Вначале хаос был состоянием случайного беспорядка, существовавшего в первозданной пустоте, и вскоре после этого в его чреве сформировалось космическое яйцо, которое вылупилось и породило первых божеств во тьме. Согласно Гесиоду, греческому историку, хаос также был местом, подобным Тартару, а позднее – небесам. Гесиод описал его как далекое, подземное и тенистое место. С появлением первых богов из хаоса Гесиод устанавливает божества, связанные с каждым известным элементом, начиная с первозданных элементов – земли, неба и моря. Гаир Хотя Гея была важной фигурой в греческой мифологии, она не пользовалась особым почетом в древнегреческих культах, хотя ей и были посвящены храмы. Хотя Гея выступает в мифах как человек и иногда изображается в произведениях искусства, выходящей из земли в человеческом облике, ее нельзя назвать полностью антропоморфным божеством из-за ее непосредственной и прямой идентификации с землей как физическим и природным элементом. Она является создателем вселенной, а также была способна предсказывать будущее, поэтому ее также считали пророчицей. Гея одна родила Урана, звездное небо, затем она соединилась с ним и родила титанов, титанит, циклопов и гикотанхиров, существ сотни рук, гигантских и жестоких. Уран ненавидел всех своих детей, поэтому заставил их жить в недрах матери. Однажды она решила освободить их и попросила отомстить за отца, но все они слишком боялись его. Только самый младший, Кронос, согласился, потому что сильно его ненавидел. Гея вручила стальной серп своему сыну Кроносу. Кронос отрезал яички своего отца и бросил их позади себя. Кровь, вытекшая из раны, оплодотворила Гею, из нее родились гиганты, гиринии и нимфы ясеня, а также все божества, связанные с деревьями. После этого увечья Гея соединилась с Понтом, из которого родились морские божества. Кронос, правивший миром, стал ужасным тираном и заточил своих братьев в Тартар, поэтому Гея задумала новую месть. Детей Рей и Кроноса, пожал их отец, но когда она оказалась на пленке у Зевса, то позвала на помощь. Гея и Уран открыли ей тайну судеб и научили, как перехитрить Кроноса. Когда ребенок родился, Гея спрятала его в пещере, в то же время Кроносу дали камень, завернутый в одеяло, который он съел, не заметив разницы. Когда Зевс подрос, он открыто сражался с Кроносом, и Гея дала ему понять, что ему понадобится помощь титанов. Когда Зевс освободил их из Тартара, они подарили ему молнию, гром и грозу, оружие, с помощью которого он сверг своего отца. Но Гея все еще была недовольна судьбой побежденных гикотанхиров, поэтому она объединилась с Тартаром, богом бездны, и родила Тифона, с которым богам пришлось долго бороться. От этого союза родилось еще одно чудовище, Ехидна. Большинство Тиогоний приписывают геематеринство различных чудовищ, таких как Харибда, Гарпий, Пифон, Дракон-Хранитель Золотого Руна, и даже Слава. Тартар Тартар – это самая глубокая область мира, расположенная под самим Аидом. Это было место, где сменяющие друг друга поколения богов заключали в темницу своих врагов. В греческой мифологии существовал так называемый Тартар – мучительное место вечных страданий, похожий на христианский ад. Тартар, помимо места, был божеством, сыном Эфира и Гей. Тартар, как место, находился еще глубже Аида, в недрах подземного мира. Тартар был настолько отдаленным местом, что расстояние между ним и землей было равнозначно расстоянию между небом и землей. Она была окружена тремя слоями ночи и стеной из бронзы, которые образовывали темную, искаженную и мрачную яму. Именно там титаны были заключены в тюрьму. Аид был миром мертвых, в который попадали все, но Тартар был домом проклятых, которые охраняли гиганты с десятками огромных голов и сотнями сильных рук, называемые гикотанхирами. Как и в Дантовском инферно, в Тартаре наказание было соразмерно совершенному при жизни проступку. Тартар имел свой аналог – Елисейские поля, обитель добродетельных и героических людей, чьи зеленые поля и цветущие луга обещали блаженную вечность. После смерти всех судил суд Аида, состоящий из Радамантиса, Эокха и Миноса, которые диктовали окончательную судьбу всех существ. Эрос. Он олицетворяет страсть, любовь и полное желание, и его существование позволяет первобытным существам создавать новые существа бесплодского союза. Эрос был греческим богом любви, а точнее – страстного и физического желания. Без предупреждения он выбирает свои цели и наносит сильный удар по их сердцам, вызывая смятение и неудержимое чувство. В греческом искусстве Эрос часто изображается как беззаботный и прекрасный юноша, увенчанный цветами, особенно розами, которые были тесно связаны с Богом. Другие возможные источники происхождения. В своем поэтическом произведении Теогония «Шесть век д.н. Э.» одном из древнейших рассказов о происхождении космоса и родословной богов в греческой мифологии, Гесеот объяснил, что Эрос возник после первобытного хаоса вместе с геей, землей и тартаром, подземным миром. Между тем, в комедии Аристофана «Птицы 414 год до эн. Э. Бог вылупился из яйца, снесенного Никс, богиней ночи, после того, как его оплодотворил Эребус, бог тьмы и теней». Платон в своем труде «Банкет 385-370 года до эн. Э.» писал, что Эрос родился от союза Пороса, бога изобилия и пения, олицетворяющей бедность. Это сочетание объясняет амбивалентные характеристики любви, которая с материнской стороны унаследовала постоянный недостаток, а с отцовской – изобилие и смелость. Временами бог игрив и безобидно озорничает, но в другое время он жесток со своими внезапными атаками, которые приносят лишь безрассудную страсть и смятение. Бог играет со своей жертвой, как с беспомощным листком, подхваченным ветром. Он также почитался как бог плодородия, сын Афродиты, богини красоты и сексуальности, и Ореса, бога войны. Сын богини красоты и бога войны, Эрос – двойственное божество. Как любовь может быть синонимом счастья, так она может причинять боль и страдания. Помимо вдохновения страсти в других, этот бог пал жертвой собственных стрел и влюбился в смертную психею, считавшуюся самой красивой женщиной в мире. От союза этих двух людей родилась их единственная дочь Хедоня, которая символизирует чувственность. Самый представительный миф гласит, что Эрос – сын Афродиты, богини красоты и сексуальности, и Ореса – бога войны. Однако в других источниках говорится, что эта богиня зачала его после того, как овладела морской пеной, и что от этого союза родились близнецы – Эрос, бог любви, и Геменей – бог похоти и сексуального желания. Эти два брата, вместе с Потасом, представляют эротов – крылатых богов любви в греческой мифологии. Эта трилогия объединяет основные компоненты, на которых строятся все отношения, любовь – Эрос, сексуальное желание – Геменей и тоска – Потас. Мифы об Эросе. Миф об Эросе и Психее. Психея была дочерью царя, которая ослепляла мужчин своей красотой. Это заставило многих поклоняться ей как реинкарнации Афродиты и отказаться от своих алтарей. Завистливая богиня приказала своему сыну Эросу заставить женщину влюбиться в самого отвратительного и мерзкого мужчину, который только может существовать. Однако бог был очарован ее красотой и забрал ее в свой дворец, где сделал своей женой. Однако, чтобы избежать гнева матери, он навещал ее только ночью и в темноте, чтобы не раскрыть ее истинную сущность. Под влиянием своих завистливых сестер, однажды Психея решила подождать, пока бог уснет, и с помощью лампы осветило его лицо, чтобы увидеть, кто он такой. Когда измена была обнаружена, Эрос решил покинуть ее, и от печали она потеряла свою красоту. Женщина, чувствуя свою вину, предприняла ряд опасных испытаний, чтобы заслужить его прощение. В последнем из них она спустилась в подземный мир, чтобы попросить у Персифоны немного своей красоты, чтобы вернуть красоту своего возлюбленного. Наконец, Эрос простил ее и умолял свою мать и Зевса вернуть Психею Бессмертной, чтобы они остались вместе навечно. От союза этих двух людей родилась их единственная дочь Хедони, которая символизирует чувственность. Миф о Дафне и Аполлоне В другой истории рассказывается, что Аполлон, бог солнца, разума и музыки, высмеивал способности Эроса как лучника и певца. В отместку он выстрелил в него одной из своих стрел, чтобы заставить его влюбиться в нимфу по имени Дафна. Но в свою очередь он пустил в молодую женщину еще одну стрелу со свинцовым наконечником, чтобы она почувствовала к нему презрение и пренебрежение. Несмотря на ее отказ, бог продолжал добиваться ее, и чтобы избавиться от преследований, Дафна обратилась за помощью к своему отцу, реке Ладан. Он превратил ее в лавровое дерево, и с тех пор дерево стало священным для Аполлона. Миф о любви и страсти Другой миф рассказывает, что Афродита беспокоилась, потому что время шло, а ее сын не взрослел, оставаясь все время непокорным и озорным ребенком. Тогда она решила обратиться к оракулу Фемиды в поисках ответа. В этом священном месте ей сказали, что любовь не может расти без страсти. Богиня не понимала послания, пока у нее не родился еще один сын, Антерос, бог страсти. Когда он был со своим братом, Эрос вырос в прекрасного юношу. Но когда они расстались, он снова превратился в избалованного ребенка. Миф о Елене Троянской Афродита обещала Троянскому царевичу Парису любовь Елены, после того, как он проголосовал за нее на конкурсе красоты, в котором богиня была противопоставлена Гире и Афине. Елена, славившаяся своей красотой, была замужем за Менилаем, царем Микен. Однако, благодаря стреле Эроса, она влюбилась в Париса, и влюбленные бежали вместе, начав Троянскую войну. Эрибус был первобытным богом, олицетворением тьмы и тени, заполнившим каждый уголок мира. Считалось, что его густой туман окружает края мира и заполняет тенистое подземное место. Сам Хаус породил его и его сестру Никс, Ночь, а из союза этих двух братьев и сестер родились их противоположности – Эфир и Гимера. Никс протащил темные туманы Реба по небу, принеся в мир ночь, а Гимера распространила их, принеся день. Никс блокировал свет Эфира, яркого, светящегося верхнего воздуха, а Гимера очистила тьму, позволив Эфиру вновь осветить землю. Эрибус также был местом обитания Цербера, трехголового пса, хранителя Аида, а также Танатаса, Эриний и непогребенных мертвецов. Следующее видео – Титаны. Вам понравится? Для просмотра других видео по истории, мифологии, философии или искусству посетите мой канал в описании видео.